Субтитры делал DimaTorzok А вот до третьего места, ну там очень плотно, там очень плотно и, конечно, там тоже борьба будет обязательно Вот солнышко мешает, видите, тот, кто очки не прихватил, приходится как-то закрываться Ну видите, расположение трассы, как всегда, часто на север и, естественно, трибуна прямо солнце в лоб освещает И, конечно, трудно против солнца смотреть, но это такой маленький недостаток, я понимаю Там же есть огромный, слева, видите, от финиша, есть огромный экран, на котором тоже все показывается И само присутствие, ну поросеночек такой, символ, наверное, линца Выложили тут болельщики на финише Словакия, понятно, видите, да, друзья, на флагах, на шапочках Фан-клуб буквально, фан-клуб Петры Вылховой Здесь в серьезном таком составе А вот по верху, вы видите, ну там почти все спортсменки Фанаты представлены, видите, и Бриньоны, и Линдсбергеры И Холденер, вот слева, Микаэла Шефрин, само собой Ну что, есть такие люди, которые настолько преданы, друзья Вот буквально путешествуют по всем этапам Представляете, Кубка мира Ну, может быть, самые отдаленные, там, в США, в Канаде Пропускают, а так, если в Европе соревнования, то практически везде Они тут как тут Так, ну, погода у нас не изменилась Вот так стабильно, отличная температура Минус 5, минус 4 Очень здорово Ну и известный в прошлом слаломист Томас Сикора Демонстрирует нам вторую трассу, друзья Ну что ж, приятно Томас Сикора Находится по-прежнему в хорошей спортивной форме И с камерой на шлеме Я так чувствую, да Ну, раньше по старинке камеру в руках держали Ну, нелогично, да Вот слаломи, видите Хорошо, Томас нам показывает Руками надо сбивать некоторые дредки Что он и делает, да А камера на шлеме, она сама по себе Ну, просто спортсмен Вот Сикора старается идти потише Ну, понятно, чтобы поменьше вибраций И нам с вами, я считаю, очень хорошо получается Мы как бы даже глазами спортсмена видим, да Как проходится трасса сегодня И вот, кстати, вот тут, да Посмотрите, вот как мы в тень влетели Сразу права Нина Лозет Она сказала нам сейчас в интервью Что есть тут неудобства Вот когда чередуются яркие и темные места на трассе Так что своими глазами мы лишний раз убедились Что это так на самом деле Ну, это стартовая позиция Вы видите здесь У каждого свои дела Кто-то лыжи Там окончательные штрихи им подготавливает лыжи Ответственные люди Кто разминается Вот эта немецкая спортсменка Хиттингера Она у вас на экране Она, кстати, вот сейчас первая Она будет стартовать Ей уже пора готовиться Потому что до старта осталось 3 минуты 3 минуты до старта второй попытки Лара де ламеа попала в тридцатку Вот мы ее видим Мы, кстати, обращали Когда протокольчик во время первой трансляции с вами рассматривали Что итальянка молодая должна бы прорваться Ну, вот она молодец, сделала Но самое главное Я хотел бы отметить Не вот эту спортсменку, опять же, Хубертом А вот Леона Попович Друзья, с последним номером Порваться в тридцатку, а? А мы с вами говорили Сегодня для всех номеров Неплохие условия Погода, трасса жесткая Все, и вот, пожалуйста Хорватка Попович Просто молодец Вот сейчас мы ее увидим Стартовый номер Она и проиграла Менее Вот, Леона Попович Долго ее не было В 16 лет ее впервые Представляете Мы еще тогда так удивились Представили ее на Кубке мира Хорваты В 16 лет Ну, это Костылич Анте Костылич Он такой Человек жесткий Вообще волевой Так Только девочка проявилась Он ее привез сразу Помню На американские даже Этапы Кубка мира Но потом переборщили Переборщили с ней И пошла череда травм Вот уже Вот только В этом сезоне Она более-менее появилась Насколько мы знаем Живая и здоровая Теперь Ей уже не 16 Ей уже 21 Один, по-моему, да Так, а это один из призов Насколько я понимаю, да Да, один из призов Которые сегодня будут вручены Вот так Поставили его на снег Тут презентовали Посмотрите На список победителей Жалко, коротко нам показывают Но я напомню Шефрин, Ханс Доттер 17-й, 15-й И до этого Три года подряд Марли Шилд Выигрывала На своем домашнем этапе Это, конечно Тоже очень Серьезное достижение Ну, а мы продолжаем И трансляцию И соревнования Естественно, продолжаются Начинается вторая попытка И на старте У нас первая участница Джессика Хильцингер Из команды Германии Так, обратимся-ка мы Техническим параметрам 68 ворот А на первой было 66 Вот посмотрите Поплотнее поставил вторую трассу А вы знаете, кто ставил трассу? Тут тоже интересный момент Трассу поставил тренер Вылховой Ливио Магони И поставил побольше ворот Ну, может быть, под манеру Да, любит Петро Когда так часто И темп похожий Посмотрим Посмотрим, чем это все Закончится Хотя тут вот одной дугой Уже две комбинации Я смотрю Ну, здесь на таком пологом участке Змейка из вертикальных ворот Что, в общем-то, очень часто Тренеры так ставят Именно на пологих участках Ну, и финишный спад Теневой Ну, здесь, в общем-то, коварно Да, достаточно круто поставлено Опять одной дугой Интересно 55, если чисто смотреть Ну, вот посмотрите Вот опять интересный вариант По трассам-то у нас получился Первая попытка На второй трассе побольше ворот Казалось, время должно быть тоже Нет Вторая трасса побыстрее Значит, не так закрыто Ворот больше, но они не так круто расставлены Вот и все Стало нам абсолютно все понятно Вот она, Магдалена Фиальстрем Следующая Вторая По списку Ну, я уже говорил, что Три секунды проиграли Вот эти девушки Которые Буквально Чудом Немножко чудом Попали в тридцатку Понятно, что Проиграв три секунды Ты на второй попытке Не поборешься За первое место Но За десятое Пятнадцатое В случае Идеального прохождения Ну, почему бы нет Хотя я сам себе Ловлю на слове Что идеальное Да, ну Вроде бы Сам говорил несколько раз Что идеального прохождения В горных лыжах Не бывает Сколько бы мы не видели В выступлении Всегда остается Какой-то шанс Чтобы сделать еще лучше Поэтому Постережемся Со словом Идеально Будем применять Другие Слова Вот видите Что значит Запоминание трассы Вот мы видели Фиальстрюм На одной из комбинаций Где двое ворот Одной дугой Дернулось Оп Вот Хорошо под Видели, да Очень хорошо видно Хотела в том же ритме А тут протяжка Двое ворот Одной дугой Подзабыла Значит Ну бывает У девушек такое Не все запоминают Большинство-то точно Запоминает Как это и нужно Но не все Ну бывает Адреналин Волнение Переживание Тут Память теряется Лара Деламе Как говорят итальянцы Новая надежда Итальянской команды Двадцатилетняя Всего лишь Спортсменка Вот это Перед Между Хороший Крутячок Да Вот между Вторым и третьим Отрезком На него мы Все время И на первой трассе Обращаем внимание Потому что там Как правило Главный проигрыш На этом крутяке Вот здесь план хороший Помните друзья Про показ Мы Когда у нас была Трансляция из Куршевеля Я говорил Что не очень красиво Вот посмотрите Как здорово Австрийцы показывают Да Я думаю Вы обращаете внимание Разнообразные камеры И сверху И снизу И в профиль И Совсем разница И то что мы Допустим С Куршевеля смотрели Ну там Не знаю По какой причине По одной только стороне трассы Поставили камеры И все время в профиль В профиль В профиль Ну австрийцы Это главные мастера У них практика Самая большая В мире По показу Горнолыжных соревнований Их Учить не надо Они сами Кого хочешь Научат Первая из Австрии Кьяра Маир Кьяра Маир Ну в общем-то У нее Посмотрите Имя И фамилия Маир На итальянский Манер Она Кстати Тоже Из южного Тироля Здесь Кстати На итальянской стороне Тироля Там Тоже немецкий язык Австрийский вариант Но особый диалект Неплохо Ну из этих Далеких номеров По крайней мере Вернее Как далеких Близких номеров Стартовых На второй попытке Но далеких По результату Первый Вот так Надо уточнять А то Как-то Получается Наверное Не очень Понятно Да Ну Заметно Быстрее Чем Вот эти Спортсменки Которые Начинают Нам тоже Для показа Друзья Ведь у нас Сегодня Видите Мы чередуем Чтобы все знать И все увидеть Мы с вами чередуем Женские и мужские соревнования Причем подряд И вот видите Сейчас у нас Слалом А как только Закончено Слалом Мы опять На мужскую тему Вовремя перейдем Ведь Там-то события Вообще Какие Непредсказуемые Если в женском Слаломе Ну давайте Согласимся Более-менее Как-то все Узнаваемо Предсказуемо Немного То в мужских Соревнованиях Там вообще Каких только Событий Мы не Не видим И И предсказать Тем более Ничего Невозможно На второй части Начинает Допускать ошибки Сирнису Одну за другой И к чему Это приведет Чувствительному Отставанию Я бы не сказал Что оно Огромное Но Чувствительное Отставание Для Норвежки Друзья Ну вот Давайте Интересный момент Именно потому Потому что Давно Очень Давно Мы не видели Вот эту девушку Талантливую девушку Которая Я уже рассказывал Дебютировала В 16 лет В Горнолыжном Кубке мира Потом серия Трам Череда Трам Столько лет Все непонятно Что там творилось И вот Уже 20 лет 21 год Она вернулась И посмотрите Какое сегодня Достижение Естественно Нет у нее Калифика Очков Рейтинга И она Стартовала Последний Посмотрите Какой прорыв За один Прорыв Надо хвалить 69 номер Она соревнуется В 30 Ну что Вот видите У хорватов Очередная работа Семьи Костылич Именно семьи Потому что там И Яница И Ивица И папа Анте Они прилагают Все усилия Для того Чтобы опять Были высшие результаты У хорватов И посмотрите Вот молодая девушка Ну а сегодня Она не будет Конечно И не в призах Но Отметить мы ее Обязательно должны Эмили Викстром Следующая У нас По протоколу Это 24 Место На первой трассе Эмили Ну у шведок Сегодня Не знаю Вообще Что-то получится Или нет Надежда Это только На одну спортсменку Как ни странно Вот видите Как быстро Иногда происходит Событие Я имею ввиду Опять же То что Фрида Хансдоттер Завершила карьеру И сразу И команда Так повалилась Немножко Сегодня только Эстель Альфан Из шведской команды Претендует На что-то Она в пятнашке Одна И все Ну Викстром Да Викстром в своем Репертуаре Уже иногда Просто хочется Спросить А что Вот мешает Да Этой девушке Постоянно Киара Майер Ее тут поздравляют Ну не знаю С чем поздравляют С хорошей попыткой Я думаю Она конечно Лидер соревнований Но сами понимаете Что вот-вот Кто-то ее обойдет Чудес не бывает Майер проиграла Три секунды На первой попытке И конечно Ее обыграют Ну и для нее Это понятно Важно Сколько она продержится Насколько места Она подпрыгнет А она подпрыгнет Конечно Она несколько мест Прибавит Марина Валнер Из команды Германии Ну не мог-то получше Ситуация Конечно У них В десятке Две Да еще Вот И Марина Вальнер Я имею ввиду Если сравнивать Со шведской командой Вот здесь Одной дугой Полсекунды Тоже уступает Ну что Неужели Вот опять Такая же Частая картина У нас начинается Первые номера Быстро А потом Вторая часть Спортсменов Уже Не знаю Ну трасса Не разбивается Настолько сильно Чтобы много проигрывать Получается Что Мотивация У тех Кто Очень много Проиграл Выше что ли Тоже В общем-то Как-то Не складывается Ронни Реме Да Недолго Как вы видите Недолго Соревновалась Ронни Реме А что там Ну вы знаете Настолько она Аккуратно Пропустила Флаг между лыж Что даже Трудно было Рассмотреть Так Это кто у нас Трупы Такие оригинальные Упражнения делает Да Да Интересно Подкатила Федерико Бриньоне Которая В походе Ну если Не за Пьедесталом Так как Это слалом Не главный Ее вид Но за Хорошими очками Безусловно Федерико Бриньоне Кристин Лиз дал Ну тут Написано Что у нее В карьере Лучший результат Это пятое место Ну тут Я думаю Даже рано Говорить о карьере Какой-то Большой Она еще Молодая Спортсменка Ну третий год Всего выступает Но выступает Зачастую Вполне достойно Запас Ну вот Как раз То о чем я говорил Посмотрите Какая Секундный запас Кристин Лиз дал И сейчас Если не ошибется Вот здесь На финише Лиз дал Придется Ух ты Что тут Ей так помешало А? Серьезно Серьезно Темп так упал В этой Вертикальной комбинации И даже Теперь Не знаешь Какой результат А? Все-таки Выиграла А что ж там Такой серьезный Сбой-то был Лиз дал Так Это тот момент Или нет А вот здесь Закрутила себя И чудом Да Могла Флаг схватить Вот почему Нам с этой Позиции Показывает Нет Вот Мы видим Что по правилам Нет-нет Не схватила Она флаг Так что Никакой Дисквалификации Не будет Ну вот Видите Быстро А то Это я к тому Что поздравляли Там Кьяру Майер С каким-то Непонятным Результатом А ее уже Обыграли И еще Конечно Многие Обойдут Потому что Логика соревнований Ну по-другому Просто не складывается Да Тот Три секунды Проиграл Уж Никак Близко Не будет Эрин Мельцинский Продолжает У нас Вторую попытку Ну что Будет Да Хотя бы Лидером Ну вы знаете Иногда уже Прям Смотреть Так Немножко Больно На Мельцинский Сколько Времени Она пытается Вот Который Сезон Вернее Уже Да Пытается Что-то Серьезное Показать И все время Что-то Ей мешает Вот И лидером Она была Ну вот И она сейчас Лидером становится Друзья Но это же Понятно Что это Лидерство Несерьезно Еще 20 Человек На старте Многие Обыграют Игра 20 Особо Нечему Ну Ханатка Радуется Может быть Не знаю Что Вряд ли Надо радоваться Человеку Не попадающему В десятку Радоваться Ведь у нее Победа была Даже победа И призы Продолжает у нас Следующая Спортсменка Из Германии Опять Ну смотрите Четверо Да Немок На второй попытке И самое главное Что Лена Дюр В шестерке Давненько Какого не было Хотя Акерман Да Акерман Уже была близко Вот и Дюр То есть Немки Явно Улучшают Улучшают Это Свои результаты Это можно Говорить Точно Ну Единственное Конечно Главный вопрос Надо Вторую попытку Пройти Не хуже А желательно Даже получше Чтобы уж точно Обеспечить Хороший результат Ну вот Друзья Шмот Становится Новым лидером А я вот Просто сразу же Вам говорю Пока минута Всего прошла Ну вот По какому Поводу Радовалась Сэрин Милицинский Да Только что На финише Вот прошла Ровно минута И все И лидер у нас Новый Ну вы знаете Это еще Психологически Ну хочется Вот Невозможно Все время Расстраиваться Да Хоть какой-то Маленький праздник Должен быть В тяжелой работе Из тяжелых соревнований Вот Милицинский Видимо Нашла Вот Увидела Пока первое И Ну это все Быстро Конечно Проходит Алин Данье Примеряет Тут очки Фильтр Видимо Да Ну вот видите Еще одно Подтверждение Того Что О чем нам И ваш Комментатор Говорил А потом В интервью Нина Лоза Сказала Что Вот этот Фактор Тени Даже в Солнечный День Иногда Серьезно Мешает Хотя Я не знаю Вот сейчас На второй Уже попытке Видите Полностью Трасса В тени Казалось Да Вообще Солнца Нет Закрыто Горами Вот там Южные Склоны Видите Да Вон Сзади Красота Солнечная И вот здесь Только один Участок Ну вот Поэтому Не знаю Подбирают Там Фильтры Чтобы не потерять Даже на долю Секунды Чтобы зрение Говорится Не потерять Катарина Хубер В свою очередь Пытается Стать лидером Но Судя по всему У нее Это не получится Да Не то что Лидерство Лишь пятый Результат На грани На грани Согласитесь Друзья Хорошо показал Вот Астрицев Лишний раз Хочется поквалить За грамотный показ Причем С различных позиций Посмотрите В миллиметрах Была от того Чтобы схватить флаг Даже вот этот Внешний Видите Чудом вырулило Хубер Хорошо показано Оператору Пять Ставим Марин Эшмот В кресле лидера Ну а у нас Следующая Участница Метах Робот Ну что мы это Это Ну так По темпу Ровненько Сколько запас был Столько его сохраняет Да Вот смотрите Еще и третий отрезок Было 16 Стало 17 Хватит ей сил В таком быстром темпе Идти Хватило 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 ей сил Молодец Обыгрывает Она Немку И становится Тоже Видите Сколько у нас Уже лидеров Побывало Да Да Хватило Такой момент Спела Претер Она теперь Один из тренеров Команды Словении Была у нас На экранах Спела В свое время Тоже конечно Очень была Успешная Спортсменка Ну а сейчас Мина Холтман Что Ну попытается Тоже в свою очередь Показать Приблизиться К элите Очень хочется Холтман Смотрите У нее 19 номер По рейтингу Наверняка Есть желание В первую группу Попасть В гиганте Она уже Это прекрасно Делает И в очередной раз Мы вчера В этом убедились Одна из лучших Даже в мире Становится Холтман А вот С лалами Еще пока Достижений Таких нет Но Наверняка Желание Огромное У Холтман Немного Немало Шестая В общем зачете Кубка мира Представляете Норвежка Да Обыгрывает Ну вот видите Пять спортсменок подряд Постоянно у нас Обыгрывали друг друга Менялись лидеры Теперь опять новые И это Холтман И Рот Вторая Шмот уже Становится Третья Это вот как раз Пятнадцатая У нас По Распорядку Спортсменка А значит Половина Участниц второй попытки У нас Стартовала Друзья Вторая половина Будет стартовать После Небольшой Паузы Ну и там Начнется борьба Конечно уже За самые Высокие Места Так что Прервемся Продолжаем Нашу прямую Трансляцию Ну что же Новый лидер Постоянная Смена У нас Сейчас идет Ну и неудивительно Потому что В этой части Протокола Были очень Плотные результаты И попытка У нас Продолжается Ирена Куртони Напоминает Друзья Что мы С вами В прямом эфире Наблюдаем С Лалом В исполнении Женщин Третий В нынешнем Сезоне Соревнования Проходят В австрийском Лиенце Традиционный Традиционный На данный На данный момент Видите Просто шикарная Трасса Трасса Которая Называется Шлоссберг И Неудачная Попытка У Куртони Она не улучшает А ухудшает Даже Свою Свою Позицию Да Вот это Вертикальное Хорошо Нам показывает Зачастую Трудно Дается Многим Спортсменкам Катарина Гальхубер Представляем Но это Лидер Это Лидер Соревнований Холтман Вот она Зачастила Да И в гиганте Мы долго За ней Наблюдали И сейчас С Валами Опять Понравилось Вот это Почетное кресло На финише Лидерское кресло Но на трассе У нас Федрика Бриньоне Федрика Бриньоне Которая Тоже В хорошей форме Находится Чувствует себя В порядке И в разных Дисциплинах Набирает И набирает Очки Ну достаточно Сказать Что она вторая После Шифрин Это уже Серьезная Причем Она опережает Вылхову Аж на 100 Очков Представляете Друзья Так что Если даже Петра Сегодня Выиграет Она Федерику Может и не догнать Потому что Федерико Тоже очки Получит Ну вот Какие Это уже Конечно Вопрос Надо Во-первых До финиша Дойти Да Вот последние Метры Дистанции Пятая Федерико Бриньоне Ну вот Видите Теперь мы Примерно Мы можем Представить Что она Будет Ну где-то В двадцатке То точно Значит Очки Получит И Сохранит Место В общем Зачете Кубка мира Ну еще раз Наши комплименты Не по поводу Сегодняшнего Результата Бриньона А по поводу Того что она Во всех дисциплинах Выступает Это конечно Очень здорово КОНЕЦ Очень хорошее Начало В исполнении Эстель Альфан Вот Вот наконец Мы видим Такую Очень приличный Заезд Шведки От которой Ждут Не дождутся Тоже результатов Оп Ну вот Как часто Это бывает Именно в женском Славане И часто Именно с Эстель Альфан Ну почему Так нестабильная Да Могла быть Лучшая попытка Но вполне Согласитесь Она прибавляла По ходу И шла там В общем Очень красиво Ну посмотрите Ай-яй-яй Все В кое веки Да У шведов Провальный этап Надеялись На Альфан А без нее Там Викстрюм И в двадцатку Не попадает Представляете Шведская школа Слалома Шведская женская Команда До чего докатилась Без Фриды Хансдоттер Ну что Если шведка Не смогла То Может быть Представится Швейцария В свою очередь Тоже подающая Серьезные надежды И стейлер фан Была И это Алин Даньо 21 год Всего лишь 21 год 98 Да 98 Года рождения Так же Как и Метахроват Самое молодое Поколение А уже Видите Замахивается Замахивается И на десятку Лучших Мире Да нельзя Терять темп Он здесь Уже Все Главное Было Сделано Все вроде бы Зеленое Но мне кажется Проиграет Нет Ну молодец Тогда Сохранила 7 соток Но теперь уже Не важно Борьба идет За место Не очень Принципиальные Секунды Борьба идет За место По сумме Двух попыток И здесь До нее Главное Сделала Она стала Лидером В преддверии Десятки Сильнейших Это Арина Линсбергер Приближается Сюда Вернее Подъезжает В стартовый Городок Есть у нее Время До старта Есть время Чтобы чуть-чуть Еще Размяться Настроиться Главное Поменять Лыжи Естественно Она подъехала На разминочных Лыжах Ну а Другая Астрика Уже на трассе Это Катарина Труппе Труппе Гольхубер Ну и Конечно Линсберг Главная Надежда Астрики Сейчас Даже нет Никаких Сомнений Друзья Что они Будут Атаковать Как мы Иногда Горим На всю Катушку Тем более В присутствии Своих Болельщиков И не только У кого-то Не только Просто болельщики У кого-то И родные Тут на финише Как это часто Бывает Не хочется Ударить грязь Лицом Ну сами понимаете Да Опа Ну нельзя Вот так Резко Менять Темп С пяточки Сработало И лыжи Конечно Сразу Сработали Ай-яй-яй Но такая Ошибка Для мастера Уже Более-менее Опытного Что она Хотела Этим Сказать А Показать Ну вот Лыжи же Вылетают Если Подсаживаться Сразу Все Все Испортило Себе Прямо Можем Говорить Трупы Просто Испортило Лагерь Все Больше И больше Разрастается Австрийский лагерь На финише Во главе С президентом Федерации Ай Как радуется У нас Алина Даньева Ну еще бы Попала Попала В трансляцию На весь мир Интересно Вот тут По Алине Тоже было Хорошо видно Что значит Девушки В очках Все время Тренируются Видите Кончик носа Уже коричневый А вокруг Глаз Все белое Абсолютно Понятно Катарина Гальхубер Ну друзья Вот Гальхубер На трассе Думаю Кто-то Может быть Не знает Или удивляется Что нет Шилд Она В самом начале Сезона Травму Получила Одна из лучших Холомистов Безусловно Австрийских И вот видите Потери Да Ну это Слава Богу Не по болезни Не по травме Но все равно Сход с трассы У австрийской команды Не счастливый Да С одной стороны Там Некоторые Неплохо выступают Даже Линдсбергер А с другой стороны Потерь Да Мужчин Сегодня Травма И вчера Травма На мужских соревнованиях У австрийцев Здесь Уже в порядке Уже нет Большого Наволнения Ситуация Достаточно Привычная Повторялась Уже много раз Так Аккерман Смотрите Две Спортсменки Сегодня В рядах Лидеров У команды Германии Аккерман И Дюр И в этом Тоже есть Какая-то интрига Кто тут И швейцарок Две И австрийки Ну опять же Вы заметили Друзья Я называю Тех Кто Может быть Все равно Даже не борется За первое место Потому что Шифрин Она как бы Мы так считаем Немножко в стороне Да Ну и Вылхова Рядом с ней Хотя Это не стопроцентно Да Ошибаться могут все Хотя друзья Вот по ошибкам Да Вот мы видим Много падений Кто флаг схватил Кто что У Шифрин За три года Одна ошибка была Вы представляете себе Один раз Она только В Ленцер Хайде Два года назад Сошла с трассы И все Для Соломиста Это конечно Сумасшедший показатель Стабильности В том числе Ох ты Новый лидер И с хорошим результатом Браво Кристина Браво Выигрывает она И вторую попытку Чисто вторую И сумму двух Становится таким Уверенным лидером Потому что Друзья Вот до этого Мы специально отмечали Шло улучшение На 10 сотых 15 сотых А тут сразу На полсекунды Рывок Рывок Немка сделала И вот теперь Становится Ситуация У нас еще Интереснее Так Ну что У нас Осталось Всего 8 спортсменов На старте Зато Самых Быстрых После первой Попытки И мы Прерываемся Ненадолго Возвращаемся В Лиинс Ну что же Вот буквально Минуту назад У нас Новый лидер Опять В славном Соревновании Кристина Акерман Представляющая Германию И остается 8 спортсменок На старте Одна из них Это Мишель Гезин Швейцарка Стартовала Она кстати Ну может быть Даже немножко Неожиданно Согласитесь Попала в восьмерку Причем Практически Одинаковый результат Ни с кем-нибудь А с Холденер С подругой По команде Ну вы знаете Что конечно Холденер Заметно посильнее Гезин с Лалами Хотя Так было Не всегда Так было Не всегда Вот Мне сразу вспоминается Последняя Олимпиада Когда Гезин Выиграла комбинацию Как хороша Она была С Лалами Была в отличной форме Но в принципе И награду получила Самую высокую Золотую медаль Вот то была Комбинация Здесь у нас Чистый С Лалом И конечно Другие приоритеты Немножко Другие приоритеты Но по крайней мере Надо становиться Лидером Да И она это делает Молодец Молодец Мишель А кстати Вот Нам попала В кадр Мелани Меяр Друзья Я рассказывал Она Впервые Сегодня Молодая швейцарка Пропустившись За тяжелые травмы Два года Впервые Сегодня Стартовала И К сожалению Упала Сошла на первой трассе Но мы Вот она Кстати Вот она Это Мелани Меяр У вас на экранах Болеет За Гизин Ну и Мишель Оправдывает Надежды Она становится Лидером Вот долго ли Она продержится У нее Очень серьезные Соперницы И главное Одна из главных Вот эта девушка Из Австрии Ну и подруга По команде Тоже Хотя Вы знаете Я иногда так автоматически Говорю Подруга Холденер А может они И не дружат Вообще Такое тоже бывает В одной команде Не факт Что там Особые дружеские отношения Ну знаете В спорте Это сложная тема Иногда трудно дружить Когда ты Ежедневно Вы с друг другом Соревнуете Да Я думаю Психологически Это хорошо Понятно Но тем не менее Умудряются Но особо дружат Из разных команд Друзья Вот это я точно знаю Венди Холденер Взялась за дело Первая попытка Конечно Ну если говорить так Прямо За последние Два сезона Прошедших Все-таки Номер три Да По всем результатам Она После Шифрины Вылховой Номер три А на первой попытке Только седьмое место Вырывает буквально За счет упорства своего А упорство у Венди Мы знаем Конечно Очень серьезное Обыгрывает Гизин На пятнадцать сотых Тут опять такое Да Согласитесь На повторе Опять Впечатление Что на флаг схватило Ну настолько близко Там проходят С разных ракурсов Даже не поймешь Нам показывают Нину Каверлозет По рации Не знаю Кто там Ей Судя по всему По тембру По моему Тренер Не подруги По команде А тренер Передает какую-то Информацию Елена Дюр Ну что Акерман Оттеснили На третье место Но у команды Германии Еще одна надежда В кои веки Да В кои веки Наконец-то Еще Елена Дюр На близкой позиции После первой трассы Но надо Вторую Идти так же Как минимум Не хуже Да Все-таки Видимость Вот интересно Да Парадокс В горных лыжах Бывает такое Вроде бы День такой Прекрасный Солнечный А видимость На трассе Не самая лучшая Но хорошо Что с Лалом Если бы был бы Скоростной спуск Там Все было По-другому Но нельзя так Сбрасывать темп В самом концовке А Да видно было Видно было Друзья Что темп-то упал Поэтому и проиграла Начиная Да Вот нижний Крутяк Это четверть Меньше четверти Трассы Но хватает Для того Чтобы проиграть Венди Холденер С Гизин Тут быстренько Обменялись Чем-то Какими-то впечатлениями Да Двойное Швейцарское Лидерство У нас сложилось На данный момент И две спортсменки Из Германии Третья и четвертая Лоренс Сан-Жермен Ну вот видите Если хоть У других команд По две По три даже Спортсменки А вот У канадцев Однозначно Одна Лоренс Сан-Жермен Только она Может что-то Серьезное Сегодня показать Причем Впервые в сезоне Такая ситуация Сложилась Неплохо Пока работает Достаточно неплохо Ух ты А тут И вот здесь Похожий сценарий У почти Большинства Спортсменок Как только Остается 10 ворот До финиша Ну вот как будто Вырубает Вот ситуация Как меняется Посмотрите Сан-Жермен Далеко Улетает Глен Адюр Претендовавший На пьедестал Уже четвертая Сан-Жермен Седьмая А Холденер Да Друзья Ну я думаю Вы Вы сейчас Все поняли Прекрасно Я вам Просто Ну вот видите Холденер Ну друзья Вот здесь Неприятный момент Посмотрите Венди Холденер Сидела Зная Я уверен Спортсмен Такого уровня Зная Что все-таки Она пропустила Ворота Флаг прошел Мимо ворот Это Между ног Это значит Дискалификация И она все равно Уселась На место лидера А вот сейчас Когда на табло Этот момент Показали Она сразу же Раз И пригласила Гизин На свою позицию Но изначально Венди Ну ты же Мастер Такого класса Ну неужели ты думала Что не заметит Жюри Когда тысячи камер Снимают Вторую попытку И все видят Все Ах Некрасиво Получилось Ну да ладно Линсбергер Просто Она по-прежнему Остается в протоколе Холденера И сбивает На столку А ее должны Дисквалифицировать Мы это Сейчас с вами Видели Линсбергер Главная надежда Австрийской команды Ух тут Как она Выкручивалась Третья Ну на самом деле Вторая Друзья На самом деле Вторая Потому что Холденера Снимут И тогда Уж Выглядит Все не так Уж и плохо Конечно Скорее всего Мимо Пьедестала Но Где-то Близко Где-то Близко Точно Потому что У нас Три спортсменки Всего осталось А она Вторая А у нее То не было Тут ошибки Нет У нее Все по правилам Молодец Да Вот с Венди Прямо Осадок Какой-то Остается А кто Это так Поздравляет А Прям Крепкие Объятия А Канадка Дружит Наверное Мельцинский По-моему Ну и Нина Хаверлозет Это уже Тройка Неважный Прошлый Сезон И Вот Хороший Шанс Наконец-то Появился Шанс Только Использовать Его надо Норвежке Она уже Была Пятой Дважды Ой-ой-ой Ну как Это расценить То ли падение То ли нет Упала Вскочила Естественно Потеряла На этом Но продолжает Бороться Надо отдать И должное Нет Опять ошибка Ну все Вот частенько Такое бывает Да Такой еще и Нервный срыв Наверняка И все Не может собраться Проигрывает Абсолютно Все Дина Дина Хаверлоза Да Ну тут Некого Винить Говорится Условия Сегодня Прекрасные Для всех Одинаковые Хорошие Гизин Посмотрите Она уж Заплакала Она не верит Что она На пьедестале Почета Просто не верит Ну я не знаю Тут По-моему Еще Да Убрали Слава Богу Но вот теперь Путаницы нет Друзья Уже официально Вам подтверждаю Что Холденер Дисквалифицировали За то Что Она Между лыж Пропустила Флаг Это дисквалификация И У нас Гизин Лидирует Линдсбергер Вторая Но Самый Сильный Саламиски Мира По крайней мере Последних Сезонов Сейчас Будут Разбираться Лидеры После первой Попытки Мишель Видите В таком Состоянии Не верит Свой успех А это Кстати Бойфренд Как сейчас Модно Называть Бойфренд Мишель Показали И нам И нам Его Тоже Переживает За свою Подругу Ну и Петра Вылхова Друзья Петра Вылхова И Микаэла Шифрин Эти два Имени Доминируют У нас Слалами Не первый Не первый сезон И вот У нас Очевидная Разборка Вылхова Или Шифрин Ну Вылхова Естественно Первой Стартовала Она Проиграла Микаэле 26 сотых У нее Конечно Огромный Запас Вы видите Да Над лидирующей Гизин Целая Секунда Она еще И добавляет Да Друзья Вот Какой же Уровень Да Вот Две Слонамистки Насколько Они оторвались От всех Других Вылхова И Шифрин Видите Насколько Четкие Экономные Движения Все Вовремя Чистая Проводка Быстра Никакой Паузы И в то же Время Уверенно Да Ну Вот Секунду Она Угизин Выигрывает Неудивительно Ну Радуются Там уже Словахи Ну Понятно Потому что Петра Она В худшем Случае Вторая А В случае Ошибки Шифрин То и первая Друзья Ну вот Трудно Припомнить Я вам уже Сказал Когда Последний раз Шифрин Ошибалась Я вам Сейчас Даже Точную Дату Наверное Назову Когда Такое Было Так Сейчас Найдем Да По-моему Это был Ленсер Хайда 18 Года Да Серьезная Попытка Чисто По попытке Даже Хотя Нет У Гизина Она выиграла Немного По сумме Одна Секунда Получилась А это Папа И мама Вот видите Нам показали Редко Такое Бывает Они обычно По отдельности Папа И мама Шифрин На финише Были в кадре И Микаэла Стартовала Тоже Агрессивно Да А понимает Они же Вдвоем Соревнуются К уровню Очень высокий Вот И Микаэла Понимает Что Дай она Слабинку Дай она Слабинку И она Петре Проиграет Потому что Тао Очень тоже Хороша Поэтому Атакует И атакует Шифрин Второе Даже второе Место Не нужно Ну хорошо Получается Пока Все идет По ее Плану Ух ты 45 Да Вот здесь Не ошиблась Кто-то думал Что она забудет Что одной Другой Да нет Друзья Как говорится Не дождетесь Да Очередная Победа Вот посмотрите Опять тот же самый вариант Казалось Да Вылхова Прошла Почти идеально Здорово И Но Шифрин показывает Что можно пройти Еще лучше Еще быстрее И Опять же Подверждается Насколько Это парочка Именно пара Вот это Да Вылхова Шифрин Насколько Остальных всех сильней Вот такая ситуация У нас повторяется Смотрите Петра опять Да Даже расстроен Наверное Думает Ну я же Настолько Здорово Прошла Казалось бы Ну Можно еще быстрее Вот Поздравление Читы Шифрин Гизин У нее до сих пор Слезы Она не верит Смотрите Мишель не верит Что она Сегодня на пьедестале Ну в общем то Да У нее не было Пока таких серьезных Результатов И после первой попытки Мишель была Восьмой Друзья Восьмой То есть взлетела С восьмого На третье место И она конечно Молодчина Молодчина Вот это серьезно Так Лучшая австрийка Четвертая Катарина Линсбергер У немок Пятое и шестое Молодцы Подтянулись уже окончательно Немецкие исламистки Пятое и шестое Аккерман и Дюр Хольтман На пять десятки Стабильно Норвежка Сан-Жермен На девятом И замкнула Десятку Славенко Хроват Вот такие результаты У нас сегодня Ну еще раз Поздравляем Победителей Конкретно Петру Вилхову Ну и Микаэлу Шифрин Конечно Само собой Да Если вот говорить о Шифрин Друзья Ну просто на ум Приходит Вот по памяти Все новые и новые Какие-то достижения Я сказал вам о количестве побед Можно сказать теперь Допустим Подряд Подряд Это уже седьмой Слава Подряд Если учитывать еще Прошлый сезон То есть Ну тут Куда ни кинь Везде рекорд Если речь идет О Микаэле Шифрин Вот вы Окончательные результаты Видите Посмотрите друзья Да Третье место Это уже 1.72 Вот уровень Какой Да Уровень Двух сильнейших Славомисток мира Конечно Очень даже Высокий Для всех остальных Пока Недостижимы Так Посмотревшие Это вторая попытка В свою очередь Мужских соревнований Ну и Микаэла у нас На экране Ну что У тебя и вторая попытка Опять такая Классная Ну я не хочу сказать Но действительно Здорово получилось Ну я это Не понял Ответ Мне просто Действительно Сегодня было Хорошее чувство Такое И лыжи Я себя чувствовал Поэтому очень рада Что все так получилось Ну действительно Друзья Посмотрите Шифрин нам просто Еще раз показала Что Даже Прибавлять Можно в любых условиях Да Вот казалось Мы не раз говорим Как она Здорово идет С Лалом И первую попытку Прошла Но вот во второй попытке Она еще добавила Хотя Ну вот мы все таки Да Друзья Все таки Вот давайте Полюбуемся на шифрин Лишний раз Это всегда интересно И Нам координация сообщает Что Будем Да Будем переходить На Мужские соревнования Потому что Ну там Задержали Старт на 15 минут Но это как раз Вписывается Почти Почти вписывается Прямо в наши Трансляции Так что Ничего в этом Страшного нет Я напомню Что Сегодня с вами Работает Режиссер Андрей Козлов Ваш комментатор Владимир Андреев И нам с вами Остается Еще Посмотреть Решающую попытку В мужских Мужских соревнованиях И она будет Вот сейчас Буквально Сразу После окончания Соревнований Женские Да Подтверждает Нам Эти планы Друзья Так что Далеко не уходите Скоро Встретимся Соревнований 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 Соревнований